Геншин скрестили с GTA, мобильную радугу из The Division перенесли, Need for Speed Assemble продолжает набирать обороты, создатели арены Breakout готовят новый командный шутер, а Mortal Kombat On Slot закрывается. Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер, и в эфире бодрый и насыщенный выпуск Mobile Game News. Усаживаемся поудобнее, надеваем наушники, чтобы никто вас не отвлекал, и приятного просмотра! Разработчики Tower of Fantasy из Hota Game Studios анонсировали новый проект в открытом мире с тачками, мистикой, аномалиями и динамичными боями. Называется эта гремучая смесь Neveness to Evanes. В вашем распоряжении будет несколько героинь, между которыми вы будете переключаться прямо во время боя. И выглядит это, на мой взгляд, довольно эффектно. Как было показано в геймплейном ролике, во время изучения мира вас будет перебрасывать в другое измерение, где на вас будут нападать различные монстры. Перемещаться в игре можно будет как на своих двух, так и на авто, плюс его можно будет еще и тюнить. Смена дня и ночи присутствуют, погодные условия тоже будут меняться, и особо графонистая игра выглядит как раз-таки во время дождя. Тут вылезают сразу все прелести ретрейсинга. Проект базируется, кстати, на пятом анриле, выйдет на всех платформах, в том числе и на мобиле. Предрега уже доступна на официальном сайте. Что же касаемо моего личного мнения, выглядит игра красиво. Бои динамичные и эффектные, но вот как будут обстоять дела с сюжетом и наполнением мира, будем посмотреть. Пока же я вижу симпатичную обертку и ничего более. The Division Resurgence анонсировали еще на прошлой презентации 15-х айфонов, и в этом году должен был состояться релиз, но, увы, мобильную дивизию и радугу в очередной раз перенесли. И в этом году ее не стоит ждать. Сами Ubisoft подтвердили, что выпуск Rainbow Six Mobile и Division Resurgence отложен на неопределенный срок. Связано это с тем, что проекты пока не соответствуют требованиям компании. И ходят также слухи, что радугу вообще переносят на новый движок, так как старый для будущей оптимизации не подходит. Но не одни юбики перенесли свои проекты на следующий 2025 год. Tencent, к примеру, также перенесли Assassin's Creed Jade и переключили свое внимание на другую игру под названием Party Stars. Новость, конечно, печальная, но не спешим расстраиваться, так как этот год богат на мобильные релизы. Поиграть будет во что. И чтобы не пропустить все грядущие новинки, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там новости выходят значительно раньше, а еще я периодически провожу там различные конкурсы с классными призами. Ну а в чате царит ламповая атмосфера. Если будет известна какая-то инфа по беткам, то в первую очередь новость об этом я размещу там. Что же касаемо дат релиза мобильной дивизии и радуги, раньше 1 апреля 2025 года ждать их не стоит. Долгожданный релиз NFS Mobile пока все еще запланирован на эту осень. И недавно ведущий продюсер Патрик Хонороти и креативный директор Джон Стэнли из Criterion Games дали интервью, посвященное мобильной жажде скорости. В нем они рассказали об особенностях игры, тюнинге, редакторе карт, игровом процессе и прочем. Об игре я уже вам не раз рассказывал и показывал ее геймплей и режимы. Кто хочет ознакомиться вкратце, посмотрите мой ролик «Главные мобильные гонки» 24 и 25 года. Хочу отметить, что ребята хвалили обширную кастомизацию, которую вы не найдете ни в одной мобильной гонке. Ну да, ну да, пошел я нахер. Также они считают, что Need for Speed Mobile установит новый стандарт для гоночных игр на смартфонах. Конечно, конечно, конечно. Я же напомню, что игра вышла в Китае и готовится к релизу в Тайване. Установить ее можно из китайской версии TapTap'а и для входа в игру понадобится аккаунт WeChat'а или QQ. В NetherRealm Studio прошла очередная волна увольнений. Мобильную студию, которая отвечала за такие проекты, как MK Mobile, Injustice 2 Mobile и MK Onslaught, закрыли. А все, кто трудился над этими играми, вынуждены искать новую работу. Вероятнее всего, связано это с их последним проектом. Это я говорю про Mortal Kombat Onslaught, который получился достаточно посредственным и скучным, несмотря на свою визуальную составляющую. Видимо, боссов компании финансовые результаты не устроили, хотя в марте разрабы говорили, что хотят сосредоточиться на мобильных играх. Что ж, возможно, в недалеком будущем стоит ожидать Mortal Kombat и Injustice от каких-нибудь Tencent или NetEase. Ведь если так посмотреть, новым NFS'ом занимается студия Timmy от Tencent, а Diablo Immortal выкатила NetEase. Поэтому я не удивлюсь, если Netherrealm отдадут на аутсорс какой-нибудь китайской компании свои франшизы Mortal Kombat и Injustice. А в руках китайцев любая популярная франшиза превращается в донатную помойку и игру в однорукого бандита. После регистрации торговой марки Ace Force 2, Tencent Games запустили ранний доступ к своему командному шутеру. К сожалению, этот ранний доступ ограничен лишь несколькими регионами, а платформа, на которой можно будет погрузиться в этот шутан, только Android. Разработкой занялись ребята из дочерней студии MoFan, это те, что пилили Arena Breakout. Проект базируется на движке Unreal 4 и представляет из себя динамичный шутан от первого лица в духе Valorant'а с мультяшной рисовкой. Кроме того, насколько известно, в команде трудятся разработчики, так и не увидевшие свет, Area F2. Упор в игре сделан на командную работу и планирование тактики. У каждого героя есть свои уникальные навыки. Как же это задолбало, везде пихается. Но да ладно, лишь бы игровой процесс был увлекательным. Кто смог поиграть, делитесь в комментариях своими наблюдениями, а я перехожу к следующей новости. Для любителей головоломок от первого лица вышла Винари. Здесь вы отправитесь на отдаленный остров, где главной целью вашей станет древний артефакт. Но путь к нему будет усыпан различными препятствиями и загадками. Графика тут выглядит вполне недурно для данного жанра. А головоломки будут встречаться действительно сложные. Благо на карте разбросаны подсказки. Но за ручку вести игра вас не будет. Пока проект доступен только на iOS и стоит 5 баксов. В США в софт-запуске находится космическая стрелялка AceCraft. Игруха выполнена в мультяшном стиле и рисовкой напоминает хит 2017 года Cuphead. Здесь вы отправитесь в парящий среди облаков город Ковчег Надежды, который населен отважными заводными куклами. Вас ждет 50 уникальных уровней, масса игровых режимов, кастомизация самолета и винтажный стиль мультфильмов 30-х годов. Дата выхода, увы, неизвестна. Но если вас подобные игры интересуют, обозначьте это в комментах. Дэдпул и Росомаха буквально везде. И как бы я не любил этого болтливого наемника, меня он тоже начал подзадалбливать. В Marvel Strike Force в честь премьеры фильма добавят красавчика блондина Уэйда. Что удивительно, в битве чемпионов никаких подобных обнов не намечается, а могли бы добавить Дэдпула в его киношном костюме. Среди новинок смартфонов же зарелизили Red Magic 9S Pro, который получил более прокачанную версию Snapdragon 8 Gen 3 под названием Leading Version. Он набирает больше очков Antutu в отличие от обычной версии. В остальном аппарат получил в базе 12 гигабайт ОЗУ, 256 гигабайт постоянной памяти, 50-мегапиксельную основную камеру, AMOLED дисплей на 6,8 дюйма, батарею на 6500 мАч и поддержку быстрой зарядки до 80 Вт. Ценник стартует с 650 долларов. Старт продаж запланирован на 31 июля. Что ж, выпуск как всегда получился насыщенным, информативным и надеюсь не заставил вас заскучать. Если вы оказались впервые на моем канале, подписывайтесь. Тут вы найдете много всего интересного, связанного как с мобильными играми, так и с гаджетами, на которых мы в них погружаемся. На этом у меня все, с вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер, всем пока!